Пока горожане отмечали ноябрьские праздники, спортивная жизнь в Нижнекамске кипела. Спорткомплекс Ярыш вновь принял масштабные соревнования, на этот раз по каратеке Окусинкай. Всего в состязаниях приняли участие 293 спортсмены из Татарстана, Самары, Ижевска и Ульяновска. 15 каратистов являются действующими победителями и призерами первенства России. Это все равно остается открытые первенства города Нижнекамска. Могут приехать хоть откуда и хозяева города Нижнекамска рады всегда принять любое количество соревнующихся, как детей, так и взрослых, так же и родителей. Всего же в состязаниях было представлено 4 возрастные категории. Выставочные бои проводили среди мальчишек в возрасте от 8 до 11 лет. Ребята от 12 до 15 вели основную борьбу за призовые места. Здесь просматривается основной контингент спортсменов, основной состав и запасной состав. И те спортсмены, кто пока не показал каких-либо значимых результатов, будут обкатываться на более профессиональных спортсменов. Первенство проводилось по олимпийской системе. Каждая схватка длилась две минуты, после чего оглашалось имя победителя. За действиями каратистов следили 5 квалифицированных судейских бригад. Соревнование посетило целая делегация из Ульяновска. Каждый год каратисты вместе с тренером принимают участие в турнире. Вот только приехать в Нижнекамск в этот раз удалось далеко не всем. В том году 8 человек было, мне понравилось. Но так как из другого города пришлось повыбирать, всего лишь два человека в весе, поэтому там у ребят были слезы, сопли. Но ребят выбрали, лучших ребят привезли. Команда 30 человек. Для наших ребят это седьмой турнир. И я специально все подводил к тому, что именно турнир Нижнекамский, он был самым последним. От нашего города выставлено было 14 спортсменов. К этому турниру готовились усердно. Ребята проводили ежедневные тренировки по 2 часа в день. Для нижнекамских спортсменов открытое первенство города стало первым турниром в нынешнем календарном сезоне. Для победы надо все бои подряд выиграть. Если в первом бою проигрываешь, то все уже вылетаешь. В конечном итоге старания спортсменов переросли в результат. По окончанию соревнований в копилку нижнекамцев отправилось 9 медалей, 2 золота, 3 серебра и 4 бронзовые награды. Вадим Струминский, Максим Липин, Новости НТР.